чем отличается туя колонны от туи западной сморакт туя колонна тоже западная ну она растет колонной и более менее неприхотлива растет быстрее намного чем сморакт может выдавать до 60 сантиметров в год что касается сморакта совершенно другое он тоже может выдавать много но не более 30 сантиметров где-то примерно его оптимальный рост сморакта если можете видеть где-то примерно 10 сантиметров 10 сантиметров у сморакта это нормально это нормальный рост ну он должен быть полит и всегда естественно более менее прихотливый чем колонна колонна идет у нас колонкой сморакт идет как хотите так и называйте пирамидой конусом я не знаю я пирамидальный считаю что сморакт сморакт растет если колумна свои 10 лет будет где-то около трех метров то сморакт в 10 лет будет около метра полтора но опять же я не советую и сам не делаю это не удобряю его поэтому у меня вот он такой ему примерно около десяти лет десяти не соврать 9 где так колонна же например в отличие от сморакта вот колумна же в отличие от сморакта вот это примерно пяти летние шестилетний саженец наврал это шестилетний саженец он нормальный он такой должен быть пятилетний чуть поменьше но опять же если бы мы специально выбирали то колумна шестилетний она была бы еще бы больше потому что мы приезжают люди покупают самые высокие нам остаются самые более-менее маленький сейчас июль месяц она еще не набилась естественно туя сморакт что-то что крутую колонна они обе западные вид западная туя то есть такие же мороза устойчивые совершенно ну жаре устойчивые вот сегодня у нас 37 нормально но это показывали в тени на самом деле было намного больше вот она не они у нас тут редком растут прекрасно себя чувствуют это у нас все пойдет на черенки будет отрезаться примерно ну вот так но потом я сниму там вы увидите если у меня выйдет снять ну это одно второе теперь по структуре хвои они тоже отличаются если можно видеть у сморакта то вот такая вот хвоя она более такая более частая и ну поэтому сморакты более декоративный затем у колумны у колумны же ну пореже хвоя если можете видеть она порежет по любому вы я думаю увидели это одно размножается туя колоновидная семян спокойно хорошо вот эти все саженцы это все семян она размножается хорошо идет довольно таки неприхотливая еще раз повторяю у меня стояли 6 метровые смарагда в 6 метровых я извините пока что не видел у смарагда есть одна особенность особенность такая что в один прекрасный год он у вас может обгореть может поверьте мне укутывать каждый год вы все равно не сможете смарагд размножается размножается только черенком где вы увидите семена смарагда я вас прошу я не знаю хотите это на ваш страх и рис покупать их и сеять потому что из семян он выходит уродливый и совершенно не повторяет материнские свойства в отличие от колумны которые материнские свойства повторять на 90 процентов смарагд я никогда не разводил семенами я разводил его только черенком черенкуется он прекрасно опять же черенки берутся вот с таких примерно растений то есть молодых подростков и тогда он хорошо прижимов и приживается ну что я могу сказать все любят конечно же тую смарагд все гоняются за ней и у нас постоянно спрашивают мы пока что начинаем ее черенковать и вот в прошлом году за черенковали там есть около тысячи черенков не знаю будем продавать не будем продавать в этом году но факт в том что колумны мы будем продавать опять же туя колумна она ну по стоимости со соответственно смарагд дороже потому что он более пользуется спросом сказать что он красивее колумны не могу потому что у меня стоят и трехметровый и четырехметровые колумны довольно красивые же полив любит что-то что другая туя одинаково любит полив вся туя любит стоять в воде это однозначно это запомните навсегда если вы посадили у себя тую то поливайте и каждый день да любое растение поливайте каждый день как говорит один мой знакомый вы же пьете каждый день так и растению давайте пить каждый день особенно они любят полив по хвои тогда она растет более-менее хорошо более-менее бодро потому что питается она через хвою вот туя колоновидная колумна ей около 11 лет примерно я говорю сейчас я не помню когда я ее вырастил и семечки вот она идет прекрасной колонной если бы это был смарагд это было бы конусное растение поэтому колоновидная но здесь она будет обрезаться будет формироваться потому что забор будет мешать и в 6 метровая туя в диаметре она примерно около метр двадцать метр пятьдесят это самое большое при этом смарагд около 3 метров если в 6 метровый смарагд взять но опять же я видел два с половиной метра смарагд ну самый большой извините больше не видел три метра видел да еще где-то там у него уже ширина внизу было около полтора метра а это вы можете наблюдать 10 лет туи здесь примерно 50 сантиметров 50 сантиметров она идет колонкой мне она очень нравится его довольно быстро растет постригать ее приходится два раза в год ну за сезон за лето здесь просто возле забора я буду постригать а и буду держать вот в таком скоро они будут набиты и красивые в этом году я еще просто ее не постригал можно вообще не постригать если там нету забора или подальше от забора посадить прекрасное дерево я видел такое дерево намного больше около 12 10 12 метров очень они красиво смотрятся в поле стоят три штуки я скажу это в армавире в армавирском питомнике я видел это было давно лет пять назад я просто заехал и просто обалдел от их красоты когда издалека на них смотришь во все прекрасные день я не то что рекламирую тую колонну выбирать вам решать вам и я рассказал то что как я вижу и какие различия между той и другой ну сморакт он тоже естественно если за ним есть хороший уход то он будет прекрасен и так уважаем даже главное правило поливайте полив каждый день жень а еще вот вопрос вот часто тебе задают вопрос даже присылают на ватсап вот у меня веточка пошла в бок ну вот как здесь ну типа вот как здесь не можно обрезать да можно обрезать и все иногда веточка у колумны вот так идет в бок и и берете обрезаете и все и забыли про нее бывает такое дал колумны выскакивает еще колумна иногда очень хорошо семениться в отличие от смарагда смарагд чем он декоративен он семян на нем нету но семена на ней бывают очень редко если вы его начнете стричь или обрезать то на ней никогда не будет 7 прогуляться к смарагду правда он у нас там около двух метров да да нет он с мой ростом пойдем посмотрим ну вот у нас стоит смарагд смарагд ну с него мы брали черенки поэтому он такой вроде бы где-то пустой где-то рыхлый так бы он был набитый внизу уже смотрите как и у колумны хотя колумном намного выше это примерно метр пятьдесят а то колумна уже по два с лишним ну внизу мы тоже брали черенки поэтому он так не разросся но мы ищи в этом году будем брать черенки и еще я думаю долго много лет будем брать черенки не будем давать ему сильно разрастаться извините но это наша работа размножать хвойные жена хвоя у смарагда поярче да конечно поярче потемнее позеленее она она более такая смотрится ну вот там сзади маленькие колумны растут они набьются будет прекрасный поверьте мне это сейчас они я думаю к осени ну и естественно пару месяцев дайте им и будет все прекрасно и так чем отличается туя смарагд от туи колумны я вам рассказал опять же решайте выбор делать вам с вами был евгений филимонов подписывайтесь на канал всего доброго всем удачи